В кинотеатре «Арти» состоялась премьера, можно сказать, эстонского фильма, который называется «Дом для русалок». Почему можно сказать эстонского? Потому что это совместное производство, в котором участвовали кинематографисты из Казахстана, Узбекистана и в том числе Россия. А сам фильм дал старт такому фестивалю, как «Весенние дни национального кино Навруз» и более подробно о кинофильме. Об этом фестивале мы поговорим с нашими гостями. У нас в утренней студии Татьяна Мюльбайр, организатор кинофестиваля «Навруз», «Доброе утро». Доброе утро. И Сейдула Малдаханов, это актер, который исполнил главную роль в фильме «Дом для русалок. Доброе утро». Доброе утро. Сейдула сыграл в этом фильме главную роль, как уже было сказано. И хочу сразу у вас спросить, как вообще родилась такая гремучая смесь? Узбекистан, Казахстан, Эстония, Россия. На моей памяти не было еще ни одной ленты, которая была бы сделана совместными усилиями кинематографистов этих стран. Расскажите подробнее об этом проекте. На моей памяти тоже нет. Но так получилось. Режиссер и автор сценария, Ёлкин Туйчеев, написал эту историю, предложил ее эстонским партнерам. Они любезно согласились. Потому что если бы кино было чисто узбекское, оно было бы другое, оно было бы узбекское. А когда принимают участие несколько стран, оно все-таки для всех. Можно я зачитаю? Я тоже хотела зачитать историю. Он пропустил жизнь, он потерял дочь, но встретил ее. Прекрасную и таинственную девушку по имени Самал, что в переводе означает ветер. Но это первое предложение из аннотации к фильму «Дом для русалок». То есть это, своего рода, такая трагическая история. Похоже вообще на индийскую такую сладкую песню, вот, и описание индийского даже фильма. Да, похоже. Ну, вот так, как написано, так и получилось. Человек с такой драмой, с такой трагедией, который потерял дочь, встретил девушку, которая похожа на его дочь. Сначала относится к ней как к дочери, а потом потихонечку влюбляется в нее как к женщине. А какое отношение русалки имеют ко всему происходящему? Ну, потому что девочка у нас, героиня не от мира сего, она мечтает... Там есть такая фраза в кино, в этом доме живут русалки. Ну, как я понимаю, когда читал сценарий, что она думает о каком-то другом мире. Может быть, о том мире, где живут русалки. Мы ведь не знаем, где они живут, есть ли они. Наверное, она вот... Она ищет себя в этой жизни. Татьяна, расскажите нам о вообще кинофестивале «Весенние дни», да, «Наврус». И вы к нам пришли не с пустыми руками, что у нас на столе в этом узелке? Это традиционный подарок для такого праздника. Можно открыть? Да, конечно. День весеннего равноденствия с 21-го числа. А мы справляем один из древнейших праздников на Земле. Приход весны. И по узбекской традиции надо ходить в гости с подарками. Просто так ходить нельзя. Спасибо большое. Это конфеты? И это традиционные узбекские сладости. Из чего они делаются? Из сухофруктов. Когда кончаются свежие фрукты, остаются сухие. И традиционно орехи, сухофрукты... Спасибо, очень вкусно. Прошу вас угощать. Когда Андрей пробует ваши конфеты, спрошу о кинофестивале. Какие еще фильмы будут показаны? В этом фестивале собрали фильмы молодых талантливых режиссеров. Мы были нацелены на то, чтобы это были азиатские фильмы. А это либо тюркоязычные, либо фарси, ираноязычные страны. На нашем случае это Джекистан. И мы собрали эти фильмы по принципу молодые талантливые, которым нужна поддержка. Они по разным причинам не смогут попасть на наш фестиваль, потому что строгий регламент. А эти фильмы достойны того, чтобы их зритель увидел. Единственный критерий – это талант создателей. Допустим, сегодня в рамках фестиваля в кинотеатре «Артис» в 18.30 покажут кыргызстанский фильм «Завещание отца». Что вы о нем можете сказать хорошего? Я могу сказать, что этот фильм совершенно неожиданный. Он впервые был показан. Юные, молодые ребята сделали проект, который полностью соответствует и отвечает требованиям современной профессиональной ментальности. Когда гастарбайтер приезжает в ту или иную страну, где высокий уровень жизни, он работает там. Он повышает свой материальный уровень, но дома, дома-то его корни, дома его ждут, знают, любят. И его возвращение приветствуется. Он такая официальная политика сегодня в искусстве мировом. Сидула, а киноискусство и, скажем так, кинематограф стран Средней Азии, он имеет какие-то общие черты? Или узбекское кино, оно самобытное по-своему, кыргызстанское кино – это совсем о другом? Вот как вы скажете? Нет, оно все разное, потому что хоть мы и живем все рядом, соседи, все равно менталитет, конечно, у людей разный. Можно сказать, общим словом, азиатское кино, но внутри оно, конечно, все очень разное. Ну, Азия большая, это факт. Ну, читать в титрах имена тоже достаточно интересно. Вот ваше имя необычное для нашего уха. Сидула, Малдаханов. Значит ли оно что-то для узбеков? И имеет ли оно какое-то значение, какой-то перевод? Имя казахское, потому что я наполовину казах, наполовину узбек. А дед назвал меня так, честно говоря, я недавно прочитал Википедии. Так как-то я не интересовался. А оказывается, имя переводится как «Мой господин бог». Ваше лицо наверняка показалось многим нашим зрителям знакомым, потому что Сидула играл в ролях второго плана в таких фильмах, как «Сердца трех», «Адмирал». Вот недавно на канале ТНТ сериал «Адаптация» вышел, где вы тоже сыграли одну из ролей. Ну а об эстонском кинематографе что вы знали до сих пор? Может быть, теперь в каком-нибудь по-настоящему стопроцентно эстонском фильме снялись бы, если бы поступило предложение? Ну, честно говоря, идут переговоры уже. Да вы что? Да. Так что будем сотрудничать. Но эстонское кино мы знаем, конечно, по актерам. Это Юрий Ярвет. Это, к сожалению, его уже нет. Лембет Ульфсер? Лембет Ульфсер, который прекрасно знает в Узбекистане, потому что он играл в одном очень хорошем фильме, главную роль, и очень часто у нас показывают. Ну вот так вот мы знаем эстонское кино. И сейчас я недавно работал в проекте «Родина» с Кириллом Кяро. Он эстонец, он очень хорошо сейчас работает в России. Такой вот так я знаю эстонское кино. Ну и, а, недавно вышедший фильм «Мандарины», эстонско-грузинский проект. Ну и наш фильм, узбекско-эстонский проект «Дом для русалок». Ну, видно, что вы знаете немало. Ну что, я думаю, что под занавес нашего разговора, Татьяна, можно еще раз всех пригласить, посетить мероприятия в рамках этого фестиваля, тем более, что их будет немало. Хушки-липсис. У Узбекси, добро пожаловать. Астаги-сис. Где можно будет познакомиться с афишей, с программой фестиваля? Она выложена в интернете. Кинотеатр артис полностью выкладывает все трейлеры, и программы, и содержание. «Добро пожаловать». Это необычный проект, потому что достигнуты какие-то договоренности по поводу того, что билеты выходного дня достаточно дорогие, но тут они будут понижены. Поэтому, пожалуйста. Добро пожаловать. Татьяна Мельбайер, организатор кинофестиваля «Наврус» была у нас в гостях, а также актер из Узбекистана Сейдула Малдаханов. Спасибо вам. Хорошего вам фестиваля, вам творческих успехов. Добро пожаловать.